Внедрение цифровых технологий и развитие культурной сферы республики стали темой встречи в кабинетах партии власти. Как отметили участники заседания, новый бренд страны, внедрение цифровизации во все сферы жизнедеятельности в театрах и других культурных учреждениях страны оставляет желать лучшего. Мы хотим услышать мнение собравшихся о развитии цифровых технологий. В культурной сфере и театрах есть своя специфика и особенности. Если есть какие-то нерешенные проблемы, то давайте совместно выработаем план, как их решать. Государства, не уделяющие должного внимания культуре, отстают в своем развитии. По информации Министерства культуры и спорта в Казахстане насчитывается 52 театра. Но многие из них по разным причинам не ставят на своих подмостках драматические произведения, посвященные независимости страны, рекомендованные министерством. Одной из причин такого положения вещей называют более чем скромное финансирование театров. Писатели и композиторы не спешат создавать шедевры культуры из-за низкой оплаты их труда. Министерством был объявлен конкурс на драматические произведения для театров страны. Но из-за того, что не было грантов, заявки на участие никто не подал. Как считают деятели культуры, пока творческая сфера будет финансироваться по остаточному принципу, ожидать эпохальных произведений не стоит. Во времена цифровых технологий создать художественную картину с применением спецэффектов, компьютерной графики и без денег просто нереально. В другом же случае это будет не кассовая работа, которая вряд ли может рассчитывать на финансовый успех в прокате или у широкой зрительской аудитории.